не спится жарко вот тайм где-то полдесятого может 10 правда очень жарко долго света не было вентилятора не работали саши говорит а пошли на пляж я говорю а я же уже в ночнушке он это пошли в ночнушке но я все-таки переоделась друзья и вон то сица мы ну давай спасибо ой ой мосито баба ой мосито мосито баба я не хочу сидеть Вот здесь. Все, все. Не здесь. Сколько? Мы едем, но мы добавляем немного блендера. М-м-м. М-м-м. М-м. 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 Стараюсь. Спасибо. М-м-м. М-м. 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 Ты пробуй, ты пробуй. Свет? Ну, ты дринь, а я дринь сольца. Я дам тебе что-то. Я брюху. Мы такие, пришли, давай. Сколько пива стоит? Они говорят, 200 рублей. Мы 210. Мы говорим, дайте нам 200. В общем, они, наверное, подумали, что такие голодранцы, что почему-то нам принесли одну соду. Мы посидели, я ее уже почти добила. Саши говорит, мы же две заказывали. Он говорит, да, а я тут подумала, что одну. Саши возмутился. Две соды, 200 рупий. Мы же там все время, каждый день пьем. По 50, по 60, одна сода. А здесь по 100. Это рай гекконский. Рай для геккона. Смотрите, сколько вокруг геккона этих москитов. Ну, ешь ты. Чего ты не ешь? О, ешь ты их. Ой, ну и все, друзья. Спокойной ночи. Смотрите, как их много. И вот они пытаются зайти к нам в дом. Поэтому и хотим сетку купить. Кто-то хорошо тут посидел. А гостей-то и нету. Совсем никого. Посетителей. Доброе утро, дорогие друзья. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Ой, Саши меня сейчас так насмешил. Сейчас, наверное, 8 утра. 8 утра, 5 утра. Ага. 8 утра, 5 утра. Пошли, пошли на завтрак. Ну, в самом деле, не готовить же дома. Пойдем завтракать. Йога, так? Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Спокойно, спокойно. Там компьютер. Можно ты будешь чем-нибудь другим эксцессайзить? Хорошо. Давай. Мы вчера так поздно легли. Сходили, погуляли по берегу моря. Посидели там в ресторанчике. Попили соду за 200 рублей. Самую дорогую соду. Вот, вернее, тут у нас на берегу сумели ж мы найти ее. И потом у нас на веранде сидели до 12. Я ж так редко. Ой. Я в 9 обычно спать ложусь. Ну, вот тут что-то меня тут в Гуа немного на другой режим переклинило. И, конечно, я сплю, дрыхну. Прям хорошо так дрыхну. Смотрю, говори хорошо. Вот. В 7.30. И он меня будет. Дорогая, дорогая, вставай. Пошли или гулять по морю, или завтракать. Потому что, говорит, 5 часов для сна достаточно. Я говорю, 8. Для сна надо 8. Он говорит, нет. Махат Маганди спал 5 часов. Ленин спал 5 часов. Ваш Ленин тоже, говорит, спал 5 часов. Вот. Кого-то там еще привел Наполеон. Я говорю, господи, лучше бы они по 8. А, Неро. Дживахарлал Неро спал. Даже Моди, говорит. 3-4 часа все спит. Вот, Моненька. Вот. А ты, говорит, всю жизнь проспишь. Давай-давай, просыпайся. И потом, как же он сказал. Это же 8 часов, спать не надо. Это же 33% жизни. И если человек, говорит, говорит. Я прожил 90 лет. Какие ты 90 лет прожил? 33% ты их проспал. Говорю, ну это же необходимо. Все равно это необходимо. Сон это важно. А в путапарте, между тем, я просыпаюсь 4. А он сколько время? 5 я еще посплю. 6 я еще посплю. 7 я еще посплю. 8 я еще посплю. Нет, в 8 уже, конечно, он просыпается. Но 8 часов своих он спит там. Я не знаю, только... Только тут что-то он вдруг стал митинговать. А вообще... Лучше бы некоторые спали дольше. Да, я тоже еще не голодная. Можно один омлет пока на двоих. И для меня это очень важный кофе. Лучше мы в Кинара. О, Кинара. Отлично, да. Сегодня 3? Сегодня 3. Что, правда, что ли? Сегодня 3? Не 2, но... В общем, ну когда готовить? Смотрите. Он говорит, там было написано, что 3-го открывается Кинара ресторан. Значит, на обед надо идти туда. А вечером куда-то тоже надо идти. В Эви Вилгоу, Ивнинг. На пляже тоже открывается ресторан. И туда тоже надо пойти на открытие. Вот. Попробовать. Это пенджабское название. Арбан Тарбан. Урбан Тюрбан. Там так оно написано. Господи, какой он... Какой он как пацан. У меня так сын, знаете, со школы? Когда стал ходить в школу маленький, когда еще был первый класс, да. И вот он идет, там же сменка всегда в пакетике давала ему сменную обувь. И вот назад он идет, и вот так, бам, по каждому столбу. Вот так этим пакетом, бам, бам, бам. А полиэтилен же в итоге порвался. Приносят, один раз приносят мне один тапок. Второй раз один тапок. Я говорю, да как ты ходишь-то? Где твои тапки-то? Вон даже ребенок. Ребенок прошел. Нормальный, серьезный ребенок. Не стал играть в кокос. Вот. Тогда он мне признался. Я, говорит, по столбам стучу. И этот, надо идти смотреть, чтобы он не стучал по столбам. Вот. Ну, мне нравится. Мне нравится. Мне по-другому вот казалось. Когда он стал ко мне там приезжать в Санкт-Петербург, и вот я там серьезная вся такая, надо поехать в налоговую. Берем там т.д. и сажусь за руль, опять же, вся серьезная. А он там что-то такое начинает вытворять. Я говорю, некогда веселиться. Надо делами заниматься. Он веселиться всегда есть, когда. Надо повышать настроение. Иж ничего плохого не сделали там. Ну, опять же, типа вот так вот кокосом начинает играть. Сейчас я уже привыкла. А действительно, а когда будет время? Как, не помню, какой-то Винни-Пух, что ли, был мультик. Там говорит тигра. Не время для паники. Что, кто? Ху. О, говрушки, приветики. А какие маленькие там, хорошенькие такие. Так, мама, мы идем по человеческой дороге. Пьют молочко. Разного, разного цвета. Мама цвета, папа, разного цвета. Да. Прямо вот такие вот, славненькие малыши. Он говорит, смотрите, у одной беленькие, да, у другой черненькие. Их там больше 15 человек. Обалдеть, надо их поприближать, малыши. Вы не перепутаете детей вообще? Мы не можем быть на сфору. А сейчас они берут. Мама капут, говорит Саша, капут, мама. Малышей-то вы не перепутаете, мамы? А если другие малыши подойдут? Дети, они везде дети. Какая разница, накормить своих или чужих, да, детей, скажи? О, Боже. О, Боже. Сколько. Сколько вас. Да-да, пошли. Серьезная мама, серьезная. А это вот такой вот шустрый, такой несерьезный. Вот как Саши, как раз о том, о чем я говорю. Вот это да, точно. Назовите его Саши. Давай его пометим и назовем его Саши. Все, он потерялся среди своих братьев, сестер. Братья-сестеры. Ой, ну надо же. Такие шустренькие. Сколько в вас энергии, Боже мой. А я уже проснулась полчаса назад. Вот я так еще не могу. Я не могу еще вот так скакать. Это энергия молодости, однако. Вот здесь семья поспокойнее как-то. Дети такие, дети такие серьезные. Так, ну ладно, пошли. Чало-чало-чало. Ну в общем, этот мультик я вот запомнила тем, что Тигра, что ли, говорит, не время для паники. А кто-то там спрашивает, а когда будет время для паники? И также я ему всегда раньше говорила, не время для веселья, не время для вот таких вот дурачеств. А когда будет время для дурачеств? А действительно, когда... Мы почему-то думаем, что когда-то, когда-то вот, когда что-то сделаем, мы уже можем быть счастливыми. Там защитим диплом, тогда все. Купим квартиру, тогда все. Расплатимся с ипотекой, тогда все. Выйдем замуж, тогда все. Тогда можно начинать чувствовать себя счастливыми. А счастье, оно в каждом моменте. Вот если ты не умеешь чувствовать вот в этом моменте счастье, то даже когда диплом защитишься, ипотекой расплатишься, мерседес купишь, первый, второй и третий тоже на Канары поедешь. Не знаю, научишься ли ты чувствовать это счастье, если ты его не научился чувствовать в мелочах. Вот, дорогие друзья. Сейчас я вам еще покажу. Они тут пытались, пытались, я смотрю, трафаретики рисовать. Да, это выисвали, видимо, трафаретиками. О, и сердечки вот такие вот из рук испанцев сделаны. Все? Да. Давай, садись, ты же можешь садиться. Спасибо. Кришна, Лама, Беккери. О, let's celebrate. Что-то будем праздновать. Да, celebration. Да, но сегодня второе, darling. Today's second. Today's second, you tell us. Все мне присылают поздравления с Дивали. Да, сегодня второе. Однако, да. Спасибо, спасибо. Спасибо. Угу. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какой вредный! Только что были полицейские, тут останавливали всех Я даже маску одела Ну ладно, я хочу арбуз Сидела, сидела, хорошо, что все сделала Вот, и позвонила Саши И отключился свет А у них свет от интернета зависит Вернее, наоборот, интернет от света Вот, и тут же отключился интернет Все вовремя Пошли спросим в Кенару Сегодня будет опенинг церемонии Или нет Где мы будем обедать? Надо же решить это на семейном совете Завтра, вот видишь, как хорошо, что спросили Папа, я пойду на бич Да, мне тоже, я пойду на бич Привет Деньда это завтра Деньда 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 Ты moonlight Деньда Деньда Ну ладно, мы зайдем и завтра к вам проверим, будете ли вы церемонию открытия. Вот, наконец-то приехала мусорная машина, наконец-то мы свой мусор отдали. Хороший звук, хороший звук. Как много? 30 рупий килограмм, 30 рублей, спасибо. И маленькие бананы. Как много бананов, маленьких бананов? Так, вот 3 килограмма ровно и маленьких бананчиков. Ну что, можно было. 12 штук. Не, now, now, later. Сейчас достаточно. Готовить, правда, неохота. Едим не особо много. И легче куда-то сходить. Жарковастенько пока. Ну и пока хочется все обследовать везде, везде пообедать. 10 рупий он должен был ему сдачу дать. Саша говорит, давай лучше тогда уж бананы на 10 рупий. Вот на 10 рупий 2 бананчика сейчас. Раньше, по-моему, было 3. Что-то вроде бы вот эта церковь, территория ухоженная, но я как-то никогда не попадалась, чтобы увидеть тут праздники какие-то их. В той церкви всегда праздники, а здесь нет. Котик беленький. Здесь какие-то котики все беленькие. Кто тут такой альфа-самец? Красивый, белый. Такую красивую породу принес на гуа в рамболь. Здесь тоже предполагается какой-то шанти. ГОСИП-3 бар и ресторан. Вот. Тоже в будущем это какой-то ресторан. Пока что это вот после сезона дождей ожидает ремонта вот это все. Ну, это быстро. Вон еще один белый котик. Ты ли, Чоли, тут всеобщий папенька, а? Да? Знаешь, что тут по всему арамболю белые коты, белые дети твои бегают? Хозяин на крышу забрался. Мы там вчера желтую веревку повязали, сушили вчера. Стирку я устроила. Так, а он что забрался? С пальмой что-то там? Кокосы, что ли, снимает? Киска. Киска воды совсем не пил практически. Воды вроде бы не уменьшилась. Никто воды не пил. Но я видела даже в ведрах свежая, там чистая вода питьевая. Даже на пляже там для собак кто-то принес. Собака, во всяком случае, из ведра пила, я видела. И тут кругом какие-то краны, кто-то что-то наливает. Так что пить им есть где. Иначе бы они уже давно померли, если бы питья не было. Без питья хуже, чем без еды. Окей, go to the beach? Нет, нет, я не буду говорить. Ты только болтал, ты только обещал. Вот так, да, да? Вот ты так, значит? Вот ты такой? Угу. Обманул девушку. Заманил пляжем. Заманил пляжем. Выманил. Ну ладно, друзья. Все равно я его люблю. И все равно буду верить, сколько бы он вот так вот. Очень жарко. Очень жарко, да? Ладно, действительно очень жарко.